В Одесской области вспышка сибирской язвы. Заболели жители одного из сел. Все контролирующие ведомства подняты по тревоге. Подробнее о чрезвычайной ситуации расскажет Андрей Анастасов. Все пятеро заболевших находятся в Саратской райбольнице. Журналистов к ним не пускают. Диагноз сибирская язва уже точно подтвержден у одного из пациентов. Остальные ждут лабораторных исследований. Состояние больных ближе к удовлетворительному, говорят врачи. У всех характерное воспаление на коже. Это так называемый специфический сибироязвенный карбунку. Это бактерия, спорообразующая бактерия. Характеризуется тем, что длительный период времени, до десятки лет, может сохраняться в почве. А началось все неделю назад в селе Миняйловка. Четверо мужчин и женщина помогали соседям. Разделывали тушу внезапно умершей коровы. Как стало понятно сейчас, погибла она от сибирской язвы. Животное не было вакцинировано и, скорее всего, заразилось на пастбище. Хозяйка думала, буренка просто заболела и решила ее забить. Я сделала раствор. Медик пришел, сказал мне, что делать, это медсестра. Я сделала раствор. Думаю, пройдет. Пришла, она уже валяется. Теперь на окраинах Миняйловки стоят вот такие блокпосты с полицией и нацгвардией. Правоохранители останавливают машины. Следят, чтобы люди не вывозили мясо. Ведь оно может быть зараженным. Проверяют всех животных, которые теоретически контактировали с погибшей коровой. В курсе, да, что у нас сибирская язва? Введен 14-дивный карантин щодо вывозу крупной рогатой скотины. Провели полную переверку населения четырех сел. Щодо наявности возможности заболевания на сибирскую вывозку. Пока новых случаев заболевания ни среди животных, ни среди людей специалисты не выявили. Но расслабляться рано. Инкубационный период длится две недели. Впрочем, в облздраве успокаивают местных жителей. Мы четко знаем, что человек заболевания передать заболевание сибирской вывозки другому человеку не может это выключить. Кстати, прививки от сибирской язвы в Украине не делают, а вакцину не закупают. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. По его словам, прививки могут предложить сотрудникам, чья работа связана с риском заражения сибирской язвой. Стоит также отметить, что в данном случае речь идет о так называемой кожной форме сибирской язвы. По сравнению с легочной или кишечной, которые смертельно опасны, она самая легкая. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Продолжение следует...